Музыка Хочу поздравить всех нас с этим событием и конечно же мы всегда должны помнить о ветеранах, которые внесли огромный труд для того, чтобы сделать этот город, сделать нашу республику и вообще КАМАЗ этой гордость нашей страны. И большое спасибо, кто принимал участие, кто пришел сегодня вот сюда для того, чтобы почтить, открыть памятник и конечно же пожелаем Льву Борисовичу долгих лет жизни, чтобы он был таким же активным. Профессионал высочайшего уровня, который в 44 года взвалил на себя ответственность за строительство с нуля такого завода, как КАМАЗ. Прошло много лет, но мы и сейчас называемся автогигантом. То есть это была самая большая стройка в автопробе всего мира. На момент там практически строились 7 заводов, завершая весь технологический цикл нашей компании. В то время быть генеральным директором КАМАЗа это не просто быть машиностроителем, это человек, который должен был набрать персонал. Люди верили ему и сюда приехали лучшие специалисты Советского Союза. Просели в набережных Челнар. Почти 300 тысяч автомобилей было выпущено за время его работы. То есть с 69-го он заступил, в 76-м феврале первый автомобиль сошел с конвейера до 81-го года. Вот это огромная работа. Огромная работа по решению вопроса дизелизации нашей страны. То есть перевод с бензина на дизельное топливо происходил здесь, в нашем городе. Я бы сказал, наверное, сам город набережные Челны, он возник, работа этого человека, просто аналогично сказал, из маленького города, там 37 тысяч населенных пунктов. Мы сегодня огромный мегаполис с современными условиями жизни, с хорошим производством. И, конечно, все это изменило нашу жизнь. Я благодарен ему за то, что именно при нем сюда съехалось такое количество неравнодушных людей. И уже 50 лет с момента строительства эти люди меняют мир вокруг нас. Вот я благодарен жителям нашего города, благодарен сотрудникам нашей компании. Это то, что мы можем так работать именно благодаря нашему персоналу. Ему огромное спасибо за то, что он сделал. Я горжусь тем, что теперь его монумент будет стоять рядом с нами. Приместность поколений, добросовестный труд и гордость за свое предприятие – вот чем знаменит КАМАЗ наших дней. И в продолжение торжественного открытия слово предоставляется заслуженному технологу Российской Федерации, заместителю директора по развитию публичного акционерного общества КАМАЗ, Гельфанову Ильдару Аблхаковичу, который начал свой трудовой путь в то время, когда КАМАЗ возглавлял Лев Борисович. Пожалуйста. Добрый день, Стэн Воргалевич. Добрый день, коллеги. Вообще, то, что сегодня происходит, это очень знаменательно. Это происходит, во-первых, накануне 50-летия КАМАЗа, и это посвящено человеку, им, которому Лев Борисович, человек уникальнейший, руководитель, талантливейший, организатор. И суметь строить, заниматься строительством заводов, строительством города, и не упустить даже элементарный болт, Владимир Борисович, не даст мне соврать, это что-то. И этот завод, вопреки всяким пессимистическим прогнозам, а некоторые даже пытались съесть шляпу, если КАМАЗ состоится. КАМАЗ состоялся, и шляпа, цена, вот это обидно. Завод и город построены. Причем, если посмотреть кинохронику, от которой короткая кинохроника есть, Бельгала, как идет лавина молодежи и в аэропортах, и в речном порту, и на автобусных остановках. Город, в котором население за 3 года возраст сошел до 22 лет. Представьте, какая широкая прибытие, или большое прибытие молодежи. И вот тот настрой, который взял за основу Леон Борисович, он сейчас продолжается. И молодежи, вы вот посмотрели здесь кинохронику, на научно-техническом центре показали, одни молодые ребята сидят, можно старичков-то и по пальцам сосчитать. Да и на многих местах, куда не придешь, на заводе сейчас не с кем поздороваться. Все молодые, понимаете, и все это вот, эту основу заложил вот этот человек. На стелле написано, это счастье, что у него был КАМАЗ. Я согласен с ним, я счастлив, что я работал и работал, и работал, и работал на КАМАЗе. Спасибо. Спасибо вам большое за живость. Это, значит, великое счастье для меня, что я оказался в такой ситуации. Это по существу, то, что я там был, зампредом Госплана, то, что я был министром. Все-таки лебединая песня от КАМАЗ. Все-таки лебединая песня от КАМАЗ. Спасибо.